Фонвакановская канализация больше похожа по интерьерам на средневековый европейский замок. Такие же тоннели, переходы и коридоры. А стены выложены из кирпича, по качеству который не отличишь от современного. Как будто стены выложили только вчера. Первый коллектор в Самаре построили 110 лет тому назад по проекту Вильяма Линдлея. Пивной барон Альфред фонваканов вложил свои деньги и получился разветвленный 4-х километровый тоннель. Он до сих пор работает в общегородской системе водоотведения. Материалы для строительства везли со всей Европы. Гудрон для соединения труб из Баку, керамические трубы из Германии. И только кирпич изготовили в России. Первый замглавы Самары Владимир Василенко признается, впервые спустился в подземелье и увидел это чудо инженерной и архитектурной мысли. После Москвы и Питера наши водопроводы и канализации это одни из крупнейших. И вторая тема. Мы говорим, видим, как строили в то время. Это не канализация, а это, будем говорить, музей. Это искусство. Восхищает. И этим мы гордиться должны самарцы. Старинная канализация эксплуатируется так же, как и век назад, рассказал рабочий РКС Самара. У нас есть два колодца. Один, по которому спускались, и один для выемки грязи. То есть из лотка учащается вся грязь, и потом уже через второй колодец с помощью ведер, веревки, все это вытаскивается на улицу и вывозится. До постройки канализации самарцы помои выливали прямо на улицу. В городе часто вспыхивали эпидемии. Писатель Максим Горький, который работал в начале 20 века в Самарской газете, писал, Самара является одним из самых грязных и неблагополучных городов России. А буквально через несколько месяцев после запуска коллектора город поменялся кардинально. С улиц исчезла грязь, прижились деревья. Самара городом-садом стала, и появились кусты роз на улицах, именно когда появилась канализация. И хочу самое главное сказать, по принципу строительства канализации 1909 года до сих пор развивается наша канализация. Самарская канализация в 21 веке – это более тысячи километров труб, более 40 тысяч колодцев, 32 насосные станции, несколько очистных сооружений и лабораторий, которые контролируют качество воды, поступающих в Волгу. Мы бережно относимся к тому, что нам досталось, и проповедуем на предприятии как раз идеологию качества в том числе, потому что это очень важно, и важно, чтобы люди понимали, что нельзя жить старым, а наоборот нужно наращивать на это, использовать новые технологии, и главное делать это руками и с душой. Городская канализация и очистные сооружения сегодня эксплуатируются РКС Самара. Проходит масштабная реконструкция сетей, она рассчитана до 1947 года. Применяются новые материалы и оборудование. Благодаря сотрудникам этого предприятия в домах уют, а в городе чистота. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.